В преддверии Международного женского дня 5 марта в Михайловском доме-интернате чествовали всех дам. Примите наше поздравление, Международный женский день. Пусть будет ваше настроение всегда цветущим, как сирень. Пусть будет жизнь прекрасна ваша, и дети счастливы всегда. Пусть дом ваш будет полной чашей удачи, счастья и добра. 8 марта. Не напрасно его мы празднуем весной, ведь женщины всегда прекрасны, как солнце, как цветок лесной. Пусть аромат свой дарит розы, пусть будет много теплоты, и будут только счастье и слезы, и все исполнятся мечты. Среди весенних первых дней, 8 марта всех дороже, на всей земле среди людей весна и женщины похожи. Любви, здоровья, счастья вам и красоты вам пожелаем. И с первым праздником весны от всей души вас поздравляем. Участники художественной самодеятельности дома-интерната порадовали всех праздничным концертом. ПЕСНЯ 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 А славика на заре поет яглезник весную. Накануне весеннего праздника для представительниц прекрасного пола в социальном учреждении было организовано веселое торжество. Сергей, иди сюда. Здравия желаю, бабушки и девушки. В принципе, мы в жизни в гостях, но так надо прожить. Вот, к примеру, стих «Все приходящее и уходящее, а поэзия вечно». Ну, к примеру, это конкретно. Алицет. Струшенка какова? К лунам дороги трава вот так есть. Богоречек в воду носит из далекого колодца. Раньше птиц она проснулась. Близ иконы обопнулась. Быстро печку истопила. Про квашню не позабыла. Загребла, загнет зову. Уголечек на полу. Подняла, приплюнула. Шабале подсунула. Вюшечку задвинула. Боковушку вынула. Пусть в печи хранится жар. И весь был идет угар. Все управила, помыла. Стала ставить самовар. На ведро села грузно. Подсвернула щеку. Ладонью. Ждет сторонки перевоза. Ей за речку крайне надо. Той порой вздремнет немного. Встала досвету, конечно. Истопила петь. Сварила. Кур, уток накормила. Старику дала рубаху. Затеряв еду. На башню отловила пол краюшки. Кофту старую. Хашелку. И за речку норовит. Там в пору уже пристали. Из-под елочных иголок. На тугие ножки грузди. В шляпах рыженьких грибов. И созревшая костянка. Сохранилась в редких колках. И в брусничной полянке. Рук ее охочек ждут. Старая бездомница и слывет. Она подряд уже который год. Чем на печи пролеживать бока. Уходит жизнь сначала у сынка. Потом от дочки к внучке. Перейдет. И полет. Поливает огород. И шерсть придет. И нячит пацана. И радуется. Все-таки нужна. А в дом тебе зайдет разочеку в год. Зато и бездомницей слывет. Вот. Всех с наступающим. В особенности вас и Мария Анатольевна. Впервые я только здесь я понял, что наша женщина это что-то глобальное. Потому что вы женщина и взвалили на себя такую тяжесть, что не каждый еще может это выдержать. Поэтому вам здоровья, здоровья, ну и терпения. Спасибо. Ну а теперь вот скромное стихотворение. Я, конечно, не Пушкин. Но тоже Александр. Пусть улыбается вам счастье в этот день. И пусть подарки будут вам приятны. Цветная радуга. Пред вами просто кель. Так вы чудесны. Так прекрасны. И оставайтесь вот такими всегда. Ведь в этом наше счастье. Что вы-то с нами? Поздравления и подарки жители и работники дома-интерната принимали от гостей. Среди которых была начальник управления социального обслуживания Министерства труда и социальной защиты населения Рязанской области Наталья Бирюлина. Хочу еще от министерства, от нашего министра Валерия Сергеевича Емица и от Дениса Александровича Покова, от нашего управления социального обслуживания, поблагодарить вас и от них тоже, и вручить вам, дорогие женщины, 8 марта подарки. И еще большое спасибо, я хочу сказать, Марии Анатольевны и всему коллективу Михайловского дома-интерната, который проводит большую, огромную работу. И они у нас второй год уже в проекте по долговременному уходу, это огромная работа. И Рязанская область, вы знаете, что в 2019 году включена в этот проект, и президент в послании Федеральному собранию отметил, что этот проект большое значение имеет для России. И упомяну в числе остальных шести субъектов, которые в 2017 году участвовали в проекте, и Рязанская область. Это заслуга вас и вашего коллектива, который вместе с вами строит вот систему долговременного ухода на территории Рязанской области. Еще раз с праздником. Также в этот день состоялись праздничные гуляния, посвященные Масленице, которые разнообразили частушками, танцами и песнями. Вот и вышла я опять с праздником всех поздравлять. Подставляйте свои ушки, пропою я вам частушки. Вот и кончилась сема, начинается место, да и с кем бегут ручки, души наши развели. Праздником всех поздравляю, всем желаю не палить, а еще всем пожелаю хорошеть и богатеть. Владислав Окороков и Евгений Бостраков. Специально для Михайлов ТВ.